В случае безопасность участников, гостей и жителей в тесном взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами обеспечивали свыше двух тысяч сотрудников и военнослужащих Южного, Центрального и Северокавказского округов Росгвардии. Они охраняли общественный порядок как на территории города, так и в прибрежной части акватории. Для ее патрулирования было задействовано морское подразделение Росгвардии. Водолазы ежедневно обследовали дно и подводную часть гидросооружений. Обстановку с воздуха в Олимпийском парке во время проведения матча контролировали сотрудники авиационного отряда специального назначения. Для этого использовали комплекс высотного наблюдения на базе привезного аэростата ОКО. Запущен он был в работу накануне первого матча. Специалисты инженерно-технических групп ОМОНа в составе межведомственных рабочих групп обследовали спортивные и другие объекты чемпионата на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Экипажи вне ведомственной охраны патрулировали городские улицы. Один из них круглосуточно находился в Олимпийском парке. Сотрудники СОБРа обеспечивали безопасность команд участниц, арбитров и официальных делегаций ФИФА во время их передвижения, а бойцы ОМОН в местах размещения. Офицеры отдела лицензионно-разрешительной работы следили за соблюдением законодательства в области оборота оружия. Благодаря проведению крупных мероприятий, таких как Кубок конфедерации, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу, росгвардейцы получили опыт, который будет применяться в дальнейшем при обеспечении безопасности на других мероприятиях.